Слава Богу, братья и сестры, приветствую вас с любовью Иисуса Христа. Моя проповедь называется «Бог наш свет». Итак, легко ли сегодня делать какие-то вещи, когда есть свет, когда на улице светло, когда мы все видим, а вот когда не будет света, когда будет темно, легко ли будет делать какие-то вещи, сходить куда-то, съездить, управлять транспортными средствами? Легко ли нам сегодня будет? Я думаю, что не совсем. Свет в нашей жизни — это неотъемлемая часть. Для нас свет — это Бог. Итак, 1 Иоанна 1,5. «Бог есть свет». Свет является распространенной метафорой в Библии. В притче 4,18 праведность сравнивается со светом зари. В филиппийцам 2,15 проведена параллель между детьми Божьими и названными непорочными и чистыми и звездами во Вселенной. Иисус использовал свет как символ добрых дел. «Тогда светит» — если открыть Матфея 5,16. «Тогда светит свет ваш среди людей, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли вашего небесного Отца». Псалмопевец говорит о Боге как «могучий ты воссиял». Если свет — это символ добрых дел и правды, тогда тьма означает зло и грех. В первом послании Иоанна 1,6 написано «Если скажем, мы сопричастны Ему, но живем, как прежде, во тьме, значит, мы лжем и живем не по правде». А в пятом стихе говорится «Бог есть свет, и в Нем нет никакой тьмы». «Свет является частью Его сущности, как и любовь» 1 Иоанна 4,8. Смысл в том, что Бог полностью свят, безоговорочно, без тени греха, без пятна, без закония, без намека на неправедность. Когда мы были на слете, это было месяц назад, вечером я вышел из своего стана, было уже довольно темно, и я шел в соседний стан. Знаете, по дороге было очень темно по пути, и там местами есть плохое освещение. И я забрел просто в темноте, я не увидел тропы, я забрел просто в кусты. Но если бы у меня был бы с собой фонарик, если бы у меня был какой-то свет, я бы забрел в эти кусты? Да нет, я бы пошел по тропе, я бы не зашел ни в какие кусты. И знаете, у меня сразу же мысль в голове, а вот как люди в этом мире ходят без света? Они могут ведь зайти куда-то не туда. Бог есть свет, как и Его Сын. Иисус сказал, Я свет миру. Тот, кто пойдет за Мной, не будет блуждать во тьме. С Ним будет свет жизни. Это от Иоанна 8, 12. Бог желает, чтобы мы сияли Его светом. Он хочет, чтобы мы с каждым днем все больше приближались к Его святости, к Христу. 1 Фессалоникийцам 5.5 «Ведь вы все сыны света и дня, и мы не принадлежим ночи и тьме». Господь является Создателем как физического, но также и дарителем духовного света, посредством которого мы можем видеть истину. Свет раскрывает то, что сокрыто во тьме. Он показывает вещи такими, какие они являются на самом деле. Свет он обличает, обнажает. Ходить во свете означает познавать Бога, понимать истину, жить в праведности. Мы, как верующие люди, как святые, мы должны избавляться от любой тьмы, которая находится внутри нас. От своих грехов и проступков и позволить Богу нам сегодня озарять нас Светом Божьим. Мы также не можем сидеть сложа руки и наблюдать за тем, как другие пребывают во грехе. Как они ходят в плену тьмы греха, неумолимо приближаясь к отделению от Бога. Мы сегодня должны светить для этого мира. Свет мира желает изгнать тьму и даровать свою мудрость. Неся свет Евангелия в мир, мы должны по необходимости раскрывать вещи, которые люди предпочли бы оставить сокрытыми. Свет неудобен для тех, кто привык к темноте. Об этом говорится в Иоанна 3.20. Знаете, в России есть тюрьма. Она предназначена для заключения людей, которых посадили на пожизненный срок. И там, когда заключенного выводят из камеры, выводят его на прогулку, ему завязывают глаза, чтобы он не видел ничего происходящего вокруг, и чтобы ему было ориентироваться, знаете, в пространстве. Мне вот эта тюрьма кажется вот такой, знаете, аналогией, когда люди, которые живут без Бога, которые живут во тьме, они вот выглядят именно вот этими заключенными, у которых завязаны глаза, и они просто вот не видят. Они блуждают во тьме, и они не видят, куда идти, как им следовать, как поступать. Но наша сегодня задача — это обнажать, светить в этом мире, открывать им глаза. Иисус, в Иоанна 1.9 написано, «Иисус, безгрешный Божий Сын, является истинным светом». Будучи усыновленными Господами, мы должны отражать Его свет в мире, омраченным грехом. Наша цель — в свидетельстве. Итак, Деяние 26.18 говорится, «Открыть им глаза, обратить от тьмы к свету и вернуть из-под власти сатаны к Богу, чтобы они через веру в Меня получили прощение грехов и свое место среди Божьего народа». Итак, какая же наша сегодня задача? Наша задача, как верующих, как Божьих детей — идти в мир, светить, как делал это Иисус. Он шел в мир, и Он светил. Мы должны светить для этого мира. Мы должны открывать людям глаза на какие-то истины, на какие-то вещи. Мы не должны бояться сегодня называть вещи своими именами и показывать, открывать им глаза на их грехи. И я вас призываю к тому, чтобы мы сегодня светили и служили для Господа. Давайте встанем, помолимся.